итак дорогие друзья всем привет всем привет красивей древо жизни лаврушка сейчас у нас будет сегодня урок видите и фикус в до фикус сам ходит чудеса все я люблю очень когда есть живая зелень зелень живая это самое что больше люблю деревья есть фикус и лавровый лист яков шатанин привет хорошо друзья все у нас сегодня очень красивый фон мне очень нравится и мы продолжаем изучать самую великую мудрость мире то есть царь царь шлома он нам конечно сделал большой подарок большой подарок он нам рассказал как все работает как система работает то есть вообще те кто знают как работает система те кто знают правила могут в ней выиграть в этой системе и я думаю что вот это как бы за это евреи в общем-то очень внутренне народы не очень сильно любят под не потому что то есть остальные все причины непонятны просто это евреи хакеры они знают как работает реальность и так как они знают как работает реальность то у них было всегда преимущество сейчас она уже нивелируется потому что очень много знаний вышло наружу то есть практически сейчас каждый второй изучает кабалу вообще мне пишут люди в инстаграме некоторые да что вот решили себя посвятить кабале да вообще они не ну то есть прям вот так вот да жили жили потом решили себя посвятить кабале и это просто люди которые не учили то ру не соблюдали никогда заповеди не то есть на сегодня все вышло наружу до кстати написано что машина машина придет машина придет а когда все источники выйдут наружу такой час все источники вышли наружу то есть сейчас готовится перевод зогора на монгольский вот мы реже участвует активно в переводе Зогара, книги Зогара на монгольский язык. То есть, как только закончится перевод, придет Машех, я думаю, сразу же. А мы изучаем классику пока, да, мы изучаем классику. Классика это притчи царя Соломона, он был мудрейший из людей, он построил первый храм. И он построил первый храм, то есть, он был, ну вот, говорят, что вот его вот эти три книги, да, Коэлит, Мишли, то, что мы сейчас изучаем, и Широ Ширим, это три как бы полностью всеобъемлющие книги, которые охватывают всю суть Торы, да, Коэлит это смысл, зачем, Мишли это как, что надо делать, принципы, правила, и Широ Ширим это глубина, глубина, там, любовь, соединение с Богом, вот это Каббала, да, которая, ну, то есть, уже такая высшая математика, которую, я думаю, с Божьей Помогой, я сколько раз пытался начать учить, мне не шло как-то, но, надеюсь, вот мы, Мишли, закончим, и перейдем к Широ Ширим, песне песней, будем изучать песню песней, значит, а пока мы остановились, мы на 25-м отрывке, 25-й отрывок, нам продолжают рассказывать о сути, как работает этот мир, именно правила, принципы, как работает этот мир, и нам дается такой принцип в 25-м отрывке, 14-й главы, что Матсильный Фашот Эд Эмет спасает души свидетель истины, дословно, если, В Ефиях Гзавим Мирма Ефиях это выдыхающий, да, как бы выдыхающий Гзавим, Казав это искажение реальности, но похожее на правду, то есть, это не такая чистая ложь, обман, а, например, вот, яркий пример, что такое искажение реальности, да, я помню, я когда-то шел в окно в аэропорту для дипломатов, написано было для дипломатов и для членов экипажа, а я не дипломат и не член экипажа, я просто Ицкак Бентусевич, но там были очереди, а здесь не было очереди, и я иду в это окно, и пограничница такая суровая, она на меня смотрит и говорит, а вы дипломат? А я говорю, а что, не видно? Она посмотрела на меня и говорит, проходите, то есть, это не было обманом, это было искажение реальности, да, то есть, я как бы на вопрос, а вы дипломат, я чуть-чуть, ну, я ее спросил, а ну, что, не видно, что я, не видно, как бы, да, то есть, это же не было, я не сказал, что я дипломат, она могла сказать, не видно, я сказал бы, да, я не дипломат, да, но она решила, что я дипломат, и сказала, проходите. Это вот называется Казав, это, двор Казав, это, ну, Искажение. Это не ложь, но искажение. Теперь здесь нам написано так, что прямое объяснение этого отрывка, что когда в суде, человека обвиняют в суде, и приходит свидетель, который за него свидетельствует, то он его спасает его душу. То есть он спасает его душу, он спасает его жизнь, он его спасает из заключения. Это свидетель истины. А тот, кто... Теперь возникает вопрос, а можно ли обмануть, прийти, вот, например, там, не дай бог, ну, какого-то хорошего человека, его судят. И против него сделали ложный донос, есть лжесвидетели, и они хотят его засудить. И я его друг, и я прихожу и говорю своему другому другу, слушай, давай пойдем и засвидетельствуем, что... ну, за моего друга, да, скажем, что мы свидетели, чтобы его спасти. Ну, мы обманем. То есть его там не было, меня там не было, мы обманем. Можно ли так сделать или нельзя? Исходя из этого отрывка 25-го, нельзя. То есть это будет обман. И спасать таким путем нельзя обманом. Есть, также вот в книге Дворим есть такая фраза, к справедливости, к справедливости стремись. Ее объясняют, что... почему два раза написано, почему нельзя сказать к справедливости стремись. Объясняют, что к справедливости можно стремиться только справедливым путем, честным путем. То есть... ну, опять же, это неоднозначно. Не так все здесь однозначно, потому что сама история с Яковом, который... Отец хотел благословить его бракой брата Исава. Мама сказала Якову, переоденься в Исава и пойди к отцу, к Ицхаку, чтобы получить благословение. Зашел Яков к отцу своему. Отец был слепой в это время, Ицхак. И он говорит, это кто? Исав. А Яков ему отвечает, это я, Исав, твой сын. Через запятую. То есть он ему отвечает не так, это я, Исав, твой сын. А он ему говорит, это я. Он говорит, ты кто? Он говорит, это я. Правду же сказал? Правду. Исав, твой сын. Правду сказал? Правду сказал. Вместе сложи. Это я, Исав, твой сын. Обманул. Непонятно. Теперь Ицхак его благословляет, как Исава, думая, что это Исав. Там целая-целая история. Сейчас не хочу глубоко уходить. Но это вопрос, это серьезный вопрос. Можно ли добиваться справедливости нечестными способами? Например, взял один человек, другого обманул. И обманул он его, украл у него деньги и так далее. А тот взял, нанял бандитов, чтобы они того выкрали и получили за него выкуп. Можно так сделать? Вопрос. Тора говорит, что нет. Что ты не можешь идти к справедливости нечестным путем. Но, тем не менее, в других каких-то интерпретациях написано, что правда или ложь, это все смотрится по конечной точке. То есть, если какой-то преступник переводит бабушку через дорогу, и он ее улыбается, он ее там переводит через дорогу, он так невежливо подходит. Но все это он делает для того, чтобы по ходу дела вытащить у него бумажник, и цель его вытащить у бабушки деньги. То тогда все его добро, которое он делает по ходу, это на самом деле не добро. Понятно, да, идея? Но если врач, он больному, который не хочет принимать лекарства, он больного обманывает и говорит, что, вы знаете, это не лекарство, это просто там какие-то, ну там еще что-то, да? Или он каким-то образом для того, чтобы облегчить ситуацию больного, его обманывает, но его цель вылечить, вроде бы можно. То есть, это вопрос давайте оставим под знаком вопроса. Царь Сломов в этом отрывке, по большинству комментаторов, он сказал, что если ты свидетельствуешь обмана, то ты создаешь в любом случае, создаешь ложь, даже если ты двигаешься в хорошем направлении. Хорошо, теперь, сейчас, секунду, я хочу вам, чтобы было видно, чтобы было видно вот этот вот сам перевод, и, кто знает иврит, вам будет видно сами отрывки, да? Сейчас я, секундочку, вам перевод напишу в комментариях, чтобы было удобнее наблюдать. Опять же, вот этот перевод я уже делаю, исходя из комментариев, которые изучаю. Так, вот, смотрите, вот, все, перевод и чуть-чуть объяснения. Теперь дальше, следующий отрывок. Следующий отрывок у нас идет такой, 26-й отрывок. Значит, страх перед Богом, это такая уверенная, крепкая опора. У Леванав и Емахсе. И даже для сыновей будет прикрытием эта опора. Значит, здесь, опять же, нам объясняют, что есть у человека, вообще у человека, это я сейчас чуть из другой сферы, но объясняю современным языком. Значит, по торе у человека есть Ецерара, злое начало. Это инстинктивное начало, которое в момент, когда человек выходит в этот мир, уже оно есть. То есть, маленькое животное, которое действует по животным законам, инстинкты, эмоции и так далее, это все такое, в иудаизме это называется Ецерара, злое начало. Которое тянет человека в сторону от божественных заповедей, от духовности, от божественных заповедей. То есть, животное, которое внутри каждого из нас, тянет нас в сторону животного. Теперь, если у человека душа и есть интеллект, теперь, если интеллект заполняется просто знаниями о мире, то человек делает все свои выборы, исходя из знаний о мире. То есть, если человеку дать из знаний о мире только то, что есть два напитка, пиво и молоко, то его выбор будет между пивом и молоком. Он не знает, какие есть еще другие напитки, ему, в принципе, он просто не знает. Если ему не показывать, вот просто он живет в таком закрытой комнате, где есть только пиво и молоко, и он все время будет выбирать между пивом и молоком. Теперь, если человеку в этот интеллект добавить информацию о том, что есть еще Америка и есть Бразилия, то у него появляется выбор между Америкой и Бразилией, пивом и молоком. То есть, человек все время выбирает между тем, что у него есть информация. Теперь, если человеку дать информацию о боди, о душе, о торе, о заповедях, о вечной жизни, о духовном мире, и дать информацию о коммунизме, социализме и... О чем еще можно дать информацию? О феминизме, например, да? То человек выбирает феминизм, капитализм, социализм или хасидизм, или кабала такого серьезного уровня. То есть, у человека появляется выбор в информационном поле. Теперь, если человек выбирает тору, например, он выбирает, что я по жизни иду по духовной, там, по системе, которую дал Бог. Это делай, это не делай, это можно, это нельзя, причем мне абсолютно непонятно, почему это можно и это нельзя. Да, просто вот Моисей, Моше получил тору на горе Синай, значит, это было 3300 лет назад, вроде все сходится. Вот книги, я изучаю, вот там, письменная тора, вот устная тора, вот притчи, вроде все сходится, как бы непонятно, почему нельзя в субботу это делать, а это можно. Непонятно, почему, например, там, шерсть с леном нельзя вдруг носить, да. Много непонятных вещей, но, в общем-то, система понятная, и в ней же самой написано, что непонятная она сделана для того, чтобы ты мог выбирать по-настоящему, веришь ты в нее или нет, чтобы было правила игры такие, да. И вот человек говорит, да, я верю в тору, и тут у него включается его животное, и оно ему говорит, послушай, ну это же, во-первых, приятно делать вещи запрещенные, во-вторых, во-вторых, вся эта тора, это все, ну, такая, как интеллектуальная такая вещь, да, а эмоционально ты в какой-то, в любой момент времени ты хочешь это нарушить, да, то есть ты сегодня спокойный, ты весь такой уравновешенный, да, а потом ты выпил 100 грамм водки, и уже неравновешенный, да, или там настроение плохое, то есть вот эта вот эмоциональная сфера, это животное, оно такое очень слабоуправляемое. И вот это тора, знание, интеллектуальное знание о том, как надо правильно себя вести, что надо делать, оно все время слетает, как бы такие, знаете, программа вот на телефоне, она слетела, и опять ты должен в нее входить, там, что-то настраиваться. Это то, что происходит с человеком, и тора слетает. Теперь нам написано, что, чтобы тора держалась, вот этот вот крючочек, зацепка, да, это есть такое понятие ирата-шем, страх перед Богом. То есть страх это, это эмоциональное качество, и это самая сильная эмоция, то есть сильнее страха ничего нету, страх, он, ну, он рулит всеми людьми, все боятся. Теперь нам подсказывает сама же тора, она говорит, послушай, если ты хочешь, чтобы твоя хохма, твое интеллектуальное знание держалось и не слетало при виде, там, запрещенной еды, запрещенной девушки, когда у тебя плохое настроение, или там, ты выпил 100 грамм алкоголя, да. Если ты хочешь, чтобы оно не слетало, нужен штифт, вот этот штифт, нужно его закрутить на винт такой, который называется страх перед Богом. То есть Бога надо бояться. Посмотри вокруг, Богу, сейчас мы приближаемся к Роша Шана, и мы там во время молитвы, мы просим Бога, запиши меня в книгу жизни, пусть я доживу до конца года. За вчерашний день в Украине утонуло 20 человек, за один день. 20 человек утонуло, 20 человек погибло в авариях, а всего там в день только в Украине, ну, погибло, там, несчастные случаи, все, наверное, там, человек 500 в одной стране. Представьте, то есть мы как бы ко всему легко относимся, но вот месяц назад умер один мой хороший товарищ, трое детей, спортсмен, там, вообще, просто был самый здоровый образ жизни, не пил, не курил, тренировался по 2-3 часа в день, только семья, вообще ни на кого не смотрел. Ну, то есть, тяжело залезть в голову к человеку, но внешне был, ну, вообще, самый правильный, порядочный человек, которого я знал. Бах, на тренировке травмировался, загноение, перитонит, ну, там, загноение какого-то, все, и умер. Вообще, вдруг, вот так, вот просто, бах, и приходит, даже, была на шутку какую-то похожую, но как-то странная шутка, что человек, ну, такой молодой парень, фотография его, он такой, он ушел. Как ушел? Куда ушел? Все, нету. Вот, и поэтому Бог, это вынужденная мера, то есть, он так сделал, иначе вообще бы никто ничего не соблюдал. Когда люди жили тысячу лет до потопа, то вообще никто ничего не соблюдал. Все сказали Богу, слушай, вообще, зачем? Я, Бог, говорили эти люди, которые до потопа, то есть, ты меня создал, да, я твое отражение, я этот мир, это мир мой, ты мне его отдал. До свидания. Какой вообще? Кто хозяин мира? Я хозяин мира. Так говорили люди до потопа. Единственная была возможность, Бог их предупреждал, предупреждал, но без страха ничего не работает. И бах, потоп, стерли всех, и все. Все равно это никого не убеждает. Хорошо, двигаемся дальше. Нам объясняет царь Соломон в 26-м отрывке, что страх перед Богом, он, вот это крепкая опора. Это та опора, на которой удержится вот эта интеллектуальная система, что правильно служить Богу. И Леванав и Е Максе, и для сыновей это будет прикрытием, да. Что имеется в виду? Люди, в принципе, тоже это инстинкт продолжения рода. И люди хотят, чтобы их детям было хорошо, люди хотят детям что-то передать, то есть, как продолжение жизни. Это иррационально, это уже запрограммировано, это инстинктивно. Теперь, а что детям передать? И некоторые люди, попадающие в ловушку неправильного мышления, они думают, ну я детям должен передать, я сейчас дом построю, дерево посажу, значит, ремонт закончу. И вот тогда я приведу туда женщину, значит, ну мне уже будет ближе к 50, значит, там к 40, главное, чтобы ее привезти и сделать хорошую свадьбу. Ну, подарите, как в журнале написано, космополитен, кольцо с камнем, сумку какую-то подарите, все описано там, подарьте, шмодарьте. Значит, вот, и потом, потом мы родим одного ребенка, потом купим собаку, а потом может еще одного ребенка. Так думает человек, который, который почему-то решил, что он должен позаботиться о детях. Теперь у него ни жены в итоге, ни собаки, один ребенок есть, ребенка нету, и этот ребенок потом стал, не дай бог, как есть один еврей, самый богатый в мире, адель с одного фамилия. У него два сына, один наркоман умер уже, а второй наркоман еще не умер, дай бог ему здоровья. Но, вот, почитайте, Витипедия, это самый богатый еврей в мире, 35 миллиардов долларов, у него личное состояние. Вот, это когда человек без торы. Но самое, что может передать человек своим детям, да, это дерево жизни, за которое человек держится, это страх перед богом. И когда человек уверен в боди, он детям передает, самое главное, духовные ценности. Он им говорит, послушайте, мы живем уже сотни поколений от сотворения мира. То есть, бог все поколения, несмотря на всю ту страшную жизнь, которая была до нас, он все поколения, он сохранил, чтобы я родился. Чего я должен волноваться же, теперь я должен заботиться. Нет, бог позаботится, и он, главное, о чем он заботится, он передает своим детям духовные ценности. Веру в бога, страх перед богом, честность, порядочность и так далее. То есть, это лучшая защита в любую эпоху, в любом мире. Все, значит, это будет сыновьям, это будет сыновьям защита. И теперь дальше. Последний, 27-й отрывок сегодня. Страх перед богом, это источник жизни. То есть, это не что-то пугающее, которое, вау, сейчас я буду бояться бога, и теперь что у меня за жизнь будет? Нет, вот именно этот страх перед богом, это источник жизни. Это внутреннее ощущение, которое тебя соединяет с богом, такой тонус, да, ты все время в тонусе. Если ты все время в тонусе, то включено ажгаха-пратит, это индивидуальное проведение. То есть, включено там, где есть страх, там же есть любовь, там, ну, включается целая система взаимодействия с богом. И это источник жизни, потому что, так как бог, это жизненная сила, которая наполняет и дает жизнь всему мирозданию, то когда у меня есть страх перед богом, то это как раз вот этот вот источник жизни, Макор Хаим, да, написано в 27-м отрывке. И для чего это нужно? Для того, чтобы ля сур мимокшей мавет. Именно нужно, чтобы был вот этот страх перед богом, чтобы отодвинуться от ловушек смерти. То есть, получается так, если я бесстрашный, мне все пофигу, то я иду в опасные места, я занимаюсь опасными делами, и это как раз и является причиной смерти. А если у меня есть страх перед богом, то я осторожный, я аккуратный, я боюсь там согрешить, здесь согрешить, здесь делать неправильно. И этим самым я присоединяюсь к источнику жизни. Источник жизни это вечная жизнь и жизненная сила здесь. И я сохраняюсь от ловушек смерти. Вот так должен думать человек, который хочет быть мудрым, как царь Соломон. Вот царь Соломон, это он передает свой способ мышления, который сделал его мудрейшим из людей. То есть, он, что такое, вот мы изучаем сейчас, Мишлей, это его способ мышления. И если взять и поменять свой способ мышления на этот способ мышления, то, как следствие, будут и результаты, так как у царя Соломона. У него были хорошие результаты в жизни. Он построил первый храм, 700 жен, 300 наложниц. То есть, он реально был сильный человек. Серьезный мужчина, который мог с ними со всеми управиться. Все, друзья, значит, вам я желаю хорошего, приятного дня, прекрасного дня, полного Торы. Давайте повторим, что мы сегодня выучили. Первое, что нужно спасать души, давая им свидетельство истинное. То есть, тут можно это иносказательно понять, что когда ты людям открываешь свидетельство истинное, то есть, свидетельство о Боге, то ты этим самым спасаешь душу. Вот только что мне такая идея открылась, да, как оно прям хорошо ложится. Спасает души свидетель истины. Кто такой свидетель истины? Это тот, кто свидетельствует, что есть единый Бог, который сотворил мир и миром управляет. Это есть свидетель истины. Кстати, интересно, что когда мы говорим утром «Шма Исраэль», слушая Израэль, а Шемел Кену – Бог всесильный наш, Бог один, Бог един, когда мы говорим, то «Шма» – последняя буква «Айн», а «Эхад» – один, это последняя буква «Далит», и они пишутся в Торе большими, что вместе это «Эд». То есть, когда ты говоришь «Шма Исраэль», «Ашем Илокен, Ашем Эхад», то ты свидетельствуешь о Боге, ты свидетель истины. И здесь об этом тоже можно так понять. Спасает души свидетель истины, и не надо врать, не надо искажать реальность. И второе – это, что страх перед Богом, он помогает спасаться от смерти, и страх перед Богом, он передается сыновьям, как самая главная их защита в этом мире. Связь с Богом – это лучшая защита. Все, друзья, удачи, успехов, прекрасного дня. Напишите свои тоже выводы, поделитесь своими выводами, спасайте души свидетелей истины, то есть, когда вы передаете свидетельство о Боге другим людям, вы спасаете их души. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok